Нашла. Тонкая копия вышла у неё на голове, скафандр. Скафандр. Хорошо, защищаемый физический биоробот с защитными потоками чистых энергий Абсолюта. Берём Элину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Элины поднимается в комнате диагностики. Пошёл подъём. Мы на месте. Мы приветствуем Элину. Она меня слышит? Она кивает головой и тяжело держать этот круглый скафандр. Понятно. Мы интересуемся, готова ли Элина к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своё биополе на период сеанса? Да, она кивает руки, разводит, доверит. Хорошо. Даю команду скэнеру. Скэнер. Просканируй сейчас Элину. Отключи этот скафандр на её голове. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Всё это выведи из биополя. И как выйдет, отправляй это в клетку-тюрьму. Он по плечам закреплён у неё. Шея. Вышёл полностью в клетке. Отлично. Хорошо. Так лучше, Элина? Спрут у неё в заде сидит. Вытаскивай этого с пруда, кидая в клетку-тюрьму. Так лучше. Так, спрут получает удар 50 тысяч герц. Удар. Залез скафандр. Я тебя сегодня в этом скафандре отправлю в галактическое ядро, паразит. Только установлю степень твоей вины, и как только Элина скажет, уничтожь этого паразита, ты уйдёшь в галактическое ядро. Вместе со своим любимым скафандром. Хорошо. Я даю команду на счёт риска. Элина расканирует пространство над головой Элины под ногами 360 градусов вокруг неё. Элина расканирует систем тонких тел Элины. Находит всё. Без воронкой сразу вышел. Я бы ему это рекомендовал. Без воронкой. Элизард. Синий дракон. Инсектоид. Синий дракон. Какой синий дракон? 2136. Синий дракон. И кто последний был? Элизард был. Инсектоид был. Инсектоид. Понятно. Хорошо. Кто из вас любитель сладкого? Твоя работа инсектоид? Да, он строит соты. Вот. Это ты её подбивал на то, чтобы она постоянно ела сладкое. Правильно? Два с половиной года он строит соты. Инкубатор делает. Делал. Строил. И сладкие потоки скрепляет их. Хорошо. Итак, сколько ты находился в этом биополе? Два с половиной. Понятно. Сколько синий дракон находился в этом биополе и почему он здесь находится? Год он находится. У тебя есть контракт с ней? Нет. И что ты здесь делаешь? Наблюдаю. Ты только наблюдаешь. Ты ничего у неё не воровал? Воровал энергию. Сколько процентов? В доме есть плата. И в доме есть плата. Понятно. Кто ещё в доме присутствует? Бес с воронкой присутствует. Ещё кто? Бес ты уже везде успел. И в доме, и здесь. Считай у него герцовку над головой. У него восемь. У двенадцати воронки. У двенадцати воронки. Понятно. Лизар, сколько ты находился в этом биополе? Пять лет. Сколько бес находился в биополе? Бес два года. Два года. И с пруд с кафандром. Сколько ты находился в этом биополе? Семь лет. Семь лет. Обращаюсь ко всем, у кого есть контракт с ней. Никому. Понятно. Значит, вы все здесь нелегально. Значит, будем разговаривать по-другому. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы и вы будете на них отвечать. Кто будет обманывать или не отвечать на вопросы, тот получит незабываемые впечатления. Даю команду тонкой копии Элины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам и всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пока идет реверс энергии. Скэнер просканирует полноты души Элины. Девяносто восемь. Девяносто восемь процентов. А где два процента? Скафандры синхронизированы с ним. Ах, вот как спрут. Ну вот все, все, настали для тебя плохие времена. Ты даже позарился на два процента души. Так удобнее ей было. Она тогда менее чувствовала чужеродное тело. Это он говорит? Да. Хорошо. Посмотрим, что тебе будет сегодня удобно в этом скафандре, когда я его под твою гулу как раз по размерам подгоню и включу на полную мощность после того, как перепрограммирую на отток энергии. Считай информацию, сколько скафандр забирал в процентах энергии. Максимум. 30. 30 процентов. Хорошо, спрут. 30 процентов энергии ты сегодня потеряешь. К нему вода возвращается к скафандеру. Усилив все в сто раз. До последней частички. Все назад. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Элина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили. Все, что не изъяли. До последней капли возвращает Элина себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Откуда? Скафандр, да? Скафандр. Ну, все. Готово. Хорошо. Все, забрали. Если кто-то, выходи. Отключайся полностью. Вытаскивай все, что ты там оставил, чтобы следа твоего не было. Возвращайся и докладывай мне готовность к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Приступай, инсектоид. У него инкубатор как соты такие. Вижу. Отключает он. Готово. Синий дракон, выходи. Вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Готово. Лизард. Где ты сидел? В сердечной чакре? В сердечной и вишутхе. Голосовая. Хорошо. Выходи. Вытаскивай оттуда все, что ты там оставил. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Дергал он за голосовые связки и голосом руководил. Как в колокола дергал. Разные тона. Я не поверю, что такой маленький лизардик в состоянии такие вещи делать. Хорошо. На нервах еще играл он. Щекотал нервы. Настроение менял. Это его фишки, да? Забрался и вышел. Хорошо. Бес. Выходи. Отключайся полностью. Забирай все, что ты там оставил. На руках, на ногах. Утяжелял он ее. Эмоции вот эти, которые лизард дергал, он их разжигал. То есть, чтобы руки махало руками при разговоре. Понятно. Она тут на голос давила, а это еще руками размахивала. Понятно. Готов. Хорошо, Бес. Скажи мне, где лярвы находятся в биополе Элины? Ну, вот эта тяжесть, она стягивала все в ноги. Есть в ногах. Затемнение. Хочешь забрать лярвы? Да, заберет. Забирай. И возвращайся назад. Готов. Хорошо. Хорошо. На чистоте с прута скэннер просканируй. Есть осталось что-то еще на чистоте с прута? Нет, чисто. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Элины с прутом, этим скафандром, бесом, лизардом, синим драконом и его платами, инсектоидом. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Пока идет рассинхронизация, скэннер просканируй. Сейчас полноту души Элины. Стоп. Отлично. Синхронизация закончилась. Включаем внутренний белосвет Элины. 1, 2, 3. Этим светом нам выдалят из себя все негативные патогены низкоаберационные остаточные энергии на частоту интерферентов и их подключик. Пошел процесс. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед Элиной в шар. Она расслабилась и отпустила из себя вот эти энергии, которые за свои принимала. Выходит у нее и от Лизарда, и от Аспрута, и от Сиктоида. Небольшой маленький шар вышел, как гольфный мячик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растаряя. Дуй команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистая. Чистая. Хорошо. Синий дракон и бес находятся у нас в доме, в квартире. Я сейчас открою им портал. Они уйдут туда. В этот портал будут собирать все, что они там оставили. Я приду проверю и открою им портал на их чистоте. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Элины. Один, два, три. В один уходит синий дракон, другой уходит бес. Закрывая, печатая, растворяй. Оба портала. Готов. Хорошо. Лизард, ты больше никогда не придешь в это биополе. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На чистоте Лизарда. Один, два, три. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. То же самое касается инсектоида. Ты больше никогда в это биополе не придешь. Все понял? Да, все понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На чистоте инсектоида. Один, два, три. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готов. Лилия, я прошу тебя выйти на связь со мной. На связи. У меня здесь пруд, который скафандра делал на человека. Там даже частицы 2% души было. 7 лет сидел. Посмотри его, пожалуйста. 30% энергии забирал скафандр у нее. Заберем, объясним. Хорошо. Скафандра все вытащили? Да. Они его забирают в скафандр прямо. Хорошо. Готово? Отлично. Благодарю. Клетка пустая, да? Да. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Элина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Волшебное чувство, наполненное энергиями. Энергией души чувствую. Вижу, каким они цветом. Приятно очень. Отлично. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора и лечителя Элины. Это женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом с данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и лечителя Элины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Моё имя Эмбер. Эмбер. Совершенно верно. Именно такие вибрации я использую. Благодарю вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Сегодня мы проводили чистку вашей подопечной Элины. Все убрали. И у нее остались 10 вопросов к своему куратору. Будьте ли вы так любезны, уважаемая Эмбер, ответить на эти вопросы? Да, я постираюсь максимально дать информацию в ответах. Благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Я хочу знать, откуда я родом. Кто я? Созвездия Лира. Ты лирианка, так же, как и я. Мы приветствуем представителя созвездия Лира в нашей комнате диагностики. Очень рады вам. Благодарю вас за приветствие. Это возможность встречи. Отлично. Можем дальше идти? Можем. Второй вопрос. Какая моя душа, молодая или старая? Сколько ей лет? Прекрасный вопрос. Твоя душа имеет осознанность и развитие, подходящие к среднему уровню. Твоей души 29 лет. Но осознанность и развитие идет не по количеству лет, а по получению опыта в воплощениях, усваиванию его, проработке и получение определенного багажа, который мы называем осознанность. Благодарю. Благодарю. Благодарю вас. Я просто хотел уточнить. Вы сказали 29 лет. Тысяч лет. 29 тысяч лет. Вот я это хотел уточнить, потому что меня немножко удивило. Благодарю вас, уважаемая Эмбер. Дело в том, что все цифры это в ваших умах. Конечно. Мы знаем об этом. В нашем понимании тоже есть Эгематрия, но она по-другому чувствуется, ощущается и несет другую информацию, чем ваши числовые значения. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. Третий. Нахожусь ли я на правильном пути? Да. Ты находишься на правильном пути. Я бы сказала на одном из самых лучших путей твоего воплощения. Так как у воплощения есть несколько дорог. Это зависит от встреч, от твоих решений. Твоя интуиция ведет тебя правильным путем. Благодарю. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Каковы мои таланты? Тебе много энергии. И благодаря этой энергии ты решаешь много проблем за раз. Извини за слово проблемы. Я имею в виду, что ты справляешься с многими делами. На земле вы говорите проблемы. Но это не проблемы. Это насущные дела, которые требуют продвижения затраты энергии и правильных решений. Твои таланты находить эти правильные решения и чувствовать сердцем правильный путь. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Эмбер. Следующий вопрос связан скорее всего с интерферентом, который мы убрали. Пятый. Почему я чувствую, что моя голова очень тяжелая и иногда я не могу ее удержать? Да, именно так. Круг, создаваемый цилиндром скафандром, давал определенную тяжесть, не принадлежащую тебе. Вы все правильно поняли. Мы сдали с прута межгалактическую полицию. С этим скафандром он не так быстро оттуда уже выйдет. На этот вопрос, я полагаю, мы уже ответили. Если вы не хотели ничего добавить, можем продвигаться дальше. Можно убрать фантом этого скафандра. Сила моего намерения этот фантом скафандра выходит из биополя. Элины, один, два, три. Да, он прозрачный. Открывая под ним воронку в галактическое ядро и он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Идем дальше. Продолжайте, пожалуйста. Шестой вопрос. На что мне нужно обратить внимание с точки зрения здоровья? Твоё горло. Береги его. Щитовидку. Это гормоны в биологическом теле. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как я могу связаться с вами? Извините, я лишь добавлю, что гормоны влияют на любые органы. Но центр щитовидка береги, пожалуйста, горло. Связаться со мной очень легко. Со звездой Алира переговариваются друг с другом телепатически и все друг к другу связаны. Поэтому телепатически ты можешь задавать мне прямой вопрос и получать прямой ответ. Ответ приходит до того, как закончится вопрос. То есть самый первый ответ твоей голове будет мой. Начинай с коротких вопросов, где не нужно рассуждения и объяснения. Потренируйся на цифрах. Ответы, которые ты знаешь, чтобы убедиться, что ты получаешь правильную информацию. Благодарю. Благодарю вас, Эмбер. Следующий вопрос, восьмой. Почему я часто чувствую, что у меня нет энергии, чувствую себя подавленной? Что я делаю не так? Научись сбрасывать свои негативные эмоции, а лучше сдерживать их и менять реакции. Еще раз говорю, береги горло. Не поднимай голос, жалея потом об этом. Все твой негатив скапливается к твоим ногам. Научись сбрасывать этот негатив. Твоя маркаба имеет такую возможность в землю удалять негатив. Используйся этой возможностью. Визуализируя, как весь негатив уходит вниз по нижнему стержню маркабы. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос состоит из двух вопросов между собой не связанных. Кем я был в прошлой жизни? Вторая часть вопроса. Есть ли карма, которую мне нужно отработать? Мы просили один вопрос задавать, но... В прошлой земной жизни ты была мужчиной. Это Япония. Какие годы? В 1872 году мужчина умер. Это был боец и занимался японскими боевыми искусствами. Гармонизируя духовное состояние и физические упражнения. Много проводил в уединении, в медитации. Очень крепкое, жилистое тело и сильный дух. Перемещался по духовным местам, горам. Там же находил приют. Получал разные информации с разных духовных мест. Фиксировал эту информацию, прорабатывал. Получил замечательный опыт для себя и своей души. Никогда не был женат, не было детей. Посвятил всю жизнь своему развитию, медитациям и духовному росту. Благодарю. Какой замечательный опыт. Я полагаю, речь идет о мастере своих искусств. Своих искусств, ты правильно заметил. Потому что эти искусства никому не были проданы. Извиняюсь, переданы. Да. Были по крупинкам собраны для себя. Для совершенствования своей души и тела. Благодарю. Благодарю вас. По этому вопросу была вторая часть. Если вы хотите, можете ответить. Если нет, скажите. Прочитай, пожалуйста. Есть ли карма, которую мне нужно отработать? Я бы не назвала это карма. Назвала бы это другой путь. В этой жизни ты выбрала семью и детей, которым нужно посвящать себя. Поэтому нервозность в твоих отношениях. Прошлая жизнь научила тебе концентрироваться только на себе и своем духовном состоянии. Здесь же тебе нужно уделять много внимания окружающим и принимать решения за окружающих. Это приносит нервозность. Но это как раз то, что ты должна проработать, чтобы душа научилась другой опыт, получила развитие в другом направлении. Благодарю. Благодарю вас, Эмбер. И у меня остался последний десятый вопрос. Есть ли какие-то рекомендации с вашей стороны относительно моей жизни, чтобы я встала на правильный путь? Да, есть. Твоя нервозность, как и в прошлой жизни. Ты концентрируешься внутри, но внешняя жизнь отвлекает тебя, нарушает твои вибрации. Отсюда ты выдаешь негатив, который проходит через горло и слова. Это то, что отвлекает тебя от твоих мыслей и твоей концентрации внутренней. Научись контролировать это и защищать свою внутреннюю концентрацию, не вынося на окружающих негативные вибрации. Дыхание – это прекрасный и легкий способ удерживать концентрацию внутри и оставаться на высоких вибрациях, отвечая окружающим любовью и светом. Благодарю. Остались заключительные слова от всего сердца. Благодарю вас. Вопросов больше нет, уважаемая Эмбер. Если вы хотите сейчас активировать ее внутренний стержень или что-то еще добавить, был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Остался тогда один маленький нюанс еще, уважаемая Эмбер, которые на созвездии Лира отлично знают. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Эмбер, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь сегодня, за ответы своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Какой шикарный подарок. Я с радостью и всей своей душой приму его. Благодарю вас за это. Передавайте, пожалуйста, на этом месте привет созвездию Лира от нас. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Благодарю вас и до скорых встреч. До скорых встреч, Эмбер. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Элина, мы закончили встречу с вашим куратором Эмбер. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, это шикарная встреча. Я благодарю вас за это. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и собаки. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Элины в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру ты видела. И на счет 3 ты стоишь перед входной дверью квартиры Элины. 1, 2, 3. Ты перед дверью. Я здесь. Отлично устанавливаю по всему периметру этой квартиры. В зале установилась клетка. Хорошо. Кто у нас? Пусти меня в квартиру. Входи в квартиру. Синий дракон. Хорошо. Бес со своей воронкой. Есть. Арахноид. Арахноид. Черт. Черт. Три воронки. Все. Хорошо. Под воронками открывай портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронки уходят на переработку в чистую перечную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Синий дракон, ты все собрал? Снял платы, да. Собрал все. Хорошо. Я хочу получить от тебя еще слово синего дракона, что ты больше никогда ни к этому человеку, ни в квартиру не придешь. Даю слово. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид. Выходи. Собирай всю свою паутину, потомство, все, что ты оставил в этой квартире, возвращайся назад. Приступай. У него уже как бы углы. Хорошо. Готово. Хорошо. Арахноид больше в эту квартиру заходить нельзя. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Бес, ты свое все собрал, да? Все собрал. Хорошо. Ты мне покажешь портал в этом доме? В этой квартире? Покажу. Я тебе соберу тогда весь негатив здесь. А черт, у меня к тебе есть разговор. Ты зачем собаку мучил? Не мучил специально. Расставлял свои сети, она собирала все. Выходи и собирай все, что ты оставил в этой квартире. Если ты на ком-то оставил носочки, снимай их сразу. Потому что если я вдруг найду что-то после тебя, я тебя притяну. Если я тебя притяну, ты получишь незабываемые впечатления. Приступай и возвращайся назад. Носочки, одеялки, сеточки, комочки. Все, что ты раскидал по всей квартире, собирай. У него есть одеялки. На кровати, на диване есть. Комки под кроватями, ванной. Собрал. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки. На чистоте черта 1, 2, 3. И черт забирает все, что с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Я даю команду. На щиты перед тобой появляется тонкая копия собаки Эйшли Эдисон. 1, 2, 3. И Эйшли Эдисон стоит перед тобой. Она крутится. Привет, собачка. Мы пришли тебе помочь. Обижает тебя здесь, да? Лает она. Хорошо. Сейчас я все уберу. Включаем внутренний белосвет Эйшли. 1, 2, 3. И этим светом нам выдалит все негативные патогены, низкоабрационные, находящиеся в ее биополе. Все это выходит до последней частички и формируется перед ней в шар. Все подключки выходят. Вышел шар большой. Большой? Большой, как мяч. Открывая под ним воронку в галактическое дро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растеряя. И даю команду на щиты в макушку головы Эйшли Эдисон. Начинает поступать необходимое комфортное для нее количество энергии. 1, 2, 3. Потоки собачьей энергии пошли. Наполняет ее полностью до комфортного уровня. Чистота вибраций поднимается до комфортного уровня. Очень нравятся ей потоки. Да, в этом отношении животные намного продвинутые людей. Готова. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Эйшли Эдисон, как ты себя сейчас чувствуешь? Хорошо чувствую. Ты хочешь что-то хозяйке передать? У тебя есть какие-то желания? Может, ты какой-то корм хочешь или какую-то игрушку? Нет, у нее есть игрушки. Она себя чувствует третьим ребенком в этой семье. Отлично. Полностью членом семьи. Тебе все нравится? Никаких пожеланий у тебя нет, да? Очень нравится. Нравится, когда с ней тоже играет. Хорошо. Так и передадим, чтобы с тобой играли. То есть не когда она играет в чьи-то игры, а когда с ней играет. Ей тоже нравится, так как она тоже член семьи. Конечно. Так и есть. Хорошо, Эйшли. Буду возвращать тебя назад, если желаний нет, в ту систему Биоробот, что все эти энергии перешли на физический твой план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Эйшли Эдисон в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу каждой клеточки, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация на всех уровнях. Пошел процесс. Готово. Отлично. Хорошо, Бес. Давай, пошли по квартире. Будем закрывать порталы. Потом я тебе соберу негатив. А значит здесь шкаф, зеркало сбоку. Из зеркала портал идет в шкаф. Под зеркалом и шкафом открою воронку в галактическое ядро. Засасывает этот портал фантом портала и частицы портала на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывая печатая растворяя. Готово. Под столом в кухне. Портал. Под столом в кухне открывая воронку в галактическое ядро. Засасывает этот портал фантом портала и частицы портала все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывая печатая растворяя. Готово. В спальне взрослых окно на балкон этот портал. Под этим окном в спальне открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает этот портал фантом портала частицы портала все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываем и печатаем растворяем. Готово. Хорошо. Окно в ванне. Под окном в ванне, внизу открываю воронку в галактическое ядро, и этот портал уходит туда вместе с фантомом, порталами, частицами, порталом. На переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, все. Хорошо, возвращаемся к клетке. Яду и команду на щит риск. Низкая аббрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Пошел процесс. Шары готовы. Эмоции, мы чувствуем, они такими, как всплесками. Космически меньше. Понятно. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес, это твой шар, забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Хорошо, бес. На эмоциях бес. Все понятно. Не приходит больше к этому человеку, и в эту квартиру я все буду здесь запечатывать. Все понятно? Да, ему бежать надо. Открываю внизу портал на чистоте Беса 1, 2, 3, и он со своей воронкой уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Эмоции пойдет выплескивать. Готово. Да, свой мир там как раз этому месту. Хорошо, ставь огненную пентаграмму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...